привет это сенатор блог прежде чем мы посмотрим десятую юбилейную серию хочу сказать всем спасибо за то что поддерживаете мои видео лайками смотрите и еще смотрите подольше чтобы я поскорее набрал эти часы просмотра а у меня здесь смотрите какая классная картин это мона лиза делает селфи на фоне него ван губы и крика прикольно а выгляжу я так потому что пять дней ехал по горам стать еще гроза я планирую скупаться сегодня ночью вечером завтра утром послезавтра тоже не забывайте ставить лайк и смотрите юбилейную серию пока и 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 доброе утро я проснулся там уже кругом модели охранники но я успел проскочить просто с наглой рожей выехал а теперь нужно найти место где подзарядиться потому что у меня 6 процентов на телефоне и все уже почти разрядилась и как мне навигатора ваться навигироваться я понятия не имею без телефона а пирамиды на которых я был вчера вон они торчат а я вот в джунглях пытаюсь добраться до цивилизации чтобы зарядиться всю ночь лил дождь и этот дождь промочил мне весь гамак весь спальник тент все мокрое вещи тоже мокрые то что оставил на улице тоже мокрое и поэтому нужно где-то остановиться и все это высушить время 8 30 стало на часов 6 поэтому хочу быстрее просохнуть подзарядиться и позавтракать у меня закончилась полностью бассейн энерги автобусы здесь как-то непонятно ходят на там просто лежишь полицейский а вот эти пирамиды на которых я вчера был сейчас почета подзарядю потому что солнце начало появляться поеду туда дальше я уже позавтракал и надеюсь сейчас найду какое-нибудь место такое чтобы можно было разложиться и посушить пока мы зарядить телефон и навигатор и все остальное добро пожаловать имя котлан я уже проехал то озеро который видел вчера внизу мне кажется я проехал горную цепь горный хребет можно то если так сказать и дальше передо мной будет равнина вот так вот крутить кстати с утра вообще классно не знаю силы это или не что но очень приятно надеюсь хоть немножко мне наберется зарядиков а пока вниз будем катить и вот небольшая сушка у меня прямо около дороги дорога мне нравится чуть-чуть подъемистая чуть-чуть спускательная но все равно классная я еще параллельно подзаряжаюсь здесь и здесь потому что свой основной пауэрбанк я потерял на котором был весь заряд заряжаю что есть и параллельный спальник он и гамак сушу и тент и сам сушусь потому что ночь была очень мокрая у меня все нафиг промокло вот так сушка понемногу закончилась даже телефон теперь 15 процентов а было четыре и пауэрбанк почти зарядил и теперь посушу и потеплее сам переоделся отлично время всего 11 обычно только в это время встаю а сейчас последнее приготовление собираюсь и двигаюсь дальше все мне конечно смотрит как на придурка но ничего страшного цепь конечно хрустит потому что стоял и капли падали вот так вот и все весь песок летел на цепью конечно хорошо было бы помыть освежить на как бы мне кажется стал лучше по колесам по колесам ну пойдет потому что еще меня высоту часто не хочу сильно перекачивать кофту только немножко не подсохла а так все в целом высохло и солнце сейчас поставлю телефон на пауэрбанк пауэрбанку ваткнул в солнечную батарею которую сюда положу и двинем дальше погода вот такая и горные районы мне это нравится короче двинули дорога закрыта потому что здесь пилит блин деревья как раз со спуской разогнался а здесь перекрыто все не могли пропустить меня у меня чуть-чуть отдых после подъема на 120 метров там сейчас спуск дальше еще подъем я сейчас нахожусь на 1110 1200 метров мне предстоит собраться на два с половиной я в сомнениях что же делать посмотрим дальше а я кстати заехал штат гереро а до этого был штат какой-то на м очень небольшой гереро просто огромный но я здесь ненадолго у меня дорогу сюда чуть-чуть заезжает а потом штат мехико назад ну что я рад ну тяжеловато одни подъемы еду очень медленно 38 километров за два с половиной часа а на ровной поверхности я проезжал 50 и больше приехал я на эти пещеры и открыл свою любимую фасоль и сразу воспоминания с моих приключений по джунглям короче вход стоит стопе 100 песо так и дороговато вход каждый час по ходу будет вести гид время 1420 у меня в 3 часа вот я устал уже ехать если честно уже в тягость поэтому попытаюсь здесь поймать может быть машину туда наверх притом это осложняется тем то что еще нужно будет забираться дофига наверх дофигищ я может сейчас в конце спустился и где-то на 1000 метров а мне нужно на 2 вот я уже 420 поднялся сегодня это мой лимит вчера тоже на такую же высоту поднялся и было тяжело дальше крутить поэтому попытаюсь поймать машину если получится буду очень доволен и с радостью поеду на машине в какой-нибудь отель потому что уже тяжеловат может быть можно все перетерпеть куда-то выехать но еще плюс нужно будет искать ночлег а здесь скалы скальные вокруг дороги и 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 за и и и dlatego там это все равно очень круто все равно очень-то жаре очки забыл все на те покрова движению как будто знаете привык то что камни искала не такие маленькие отрезаем и или если ты видишь например горы то они вдали кажется не таким большими а тут ты когда будто замкнут в шкатулке где ты маленький маленький человечек а вокруг тебя огромный мир который возвышается разными фигурами и разными формами вот такие вот просто вещь где тут смотри своим лучом блин глаза нам не прорежь а то нам совсем кранты что-то там где отстравил и это пещера длиною два километра два туда и два обратно идти вот такая огромная просто огромная не знаю делает ли это ее интереснее или наоборот это стоит 100 песок определённо вот здесь среди такого огромного зала находится ряд сидений амфитеатра и я думаю здесь наступает а кистика здесь конечно что ошибаюсь не вот это как будто другая планета вот эти вот это вот юпитер покой а а и и Субтитры делал DimaTorzok Все, гид собрал денежки и пошел назад А мы тут Сами как хотите, так и идите Ну, в общем-то, и не плохо А я пока вот у такого фонаря Запишу блок Короче, пещера Обязательна к посещению 360 рублей, это вообще ничто за такое Просто огромные своды Капли И вода стекает И какая-то мистика просто Как будто в игре какой-то в компьютерной Обязательно к посещению Рекомендации на сенатор блог Не, вдруг может выйти лиск Пытался поступить тачку Никто меня Не подбирает Остопил я потому, что 760 метров Подъем Время 5 часов До города 35 километров Я буду ехать Рекомендации на сенатор блог Рекомендации на сенатор блог Эти люди Подъемы Подъемы на камеру Может быть Вот так за 40 песо Меня подняли на 400 метров Вообще Отлично Я считаю Да, может быть Это небольшой чит Но мне все равно Я вот у такого Офигенного озера И сейчас Поеду дальше К городу Пока я здесь Чуть-чуть поторчу Она просто Великолепная А в километрах Примерно Квадров 10 Он меня провез Я думаю Неплохо И он сказал То, что дальше Дорога будет Только вниз Поэтому Это меня радует Но Покарс мне показывает Не только вниз Это может быть Для него на машине Это вниз А мне показывает Что Просто Подъем будет Не такой Большой В градус Я сейчас Не бы здесь Остановился Вообще Очень классно Просто Какая-то Новая Зеландия Я так рад Блин Что этот таксист Попался мне Я ехал И Просто Просто После каждого Большого подъема Каждый 150 метров Отдыхал И вот На очередном Таком месте Где я отдыхал Был въезд В чей-то дом Ну типа Такая площадка Потому что Везде были кусты И Вот какое-то было место И этот таксист Именно туда Привез людей И за 40 Всего лишь Песа 40 Песа Это Две Кесади Или 20 минут У меня на работе Ну короче Стоит оно того 400 метров вверх Я бы ехал Я бы ехал Наверное Час Вот Может быть Полтора Нет 12 километров Со средней скоростью 8 Ладно 7 километров в час И Каждые 5 минут Передышка Я бы ехал Очень долго И сейчас Нашел какой-то отель Поеду туда Там уже Передохнул А там вот Горы На горизонте Мужик сказал Типа Я ему говорю Ну я поеду туда Всех Потом Акапулька Он ему говорит А что ты в Акапульке Ешь Там нормально Дорог Туда Сразу И я На английском Спарит Спарит Я с ним Пытаюсь На испанском Вау Там везде Горы А я Говорю Нет Я хочу Сику Атане Я туда Попаду Акапулька Акапулька Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой вот необычный день И здесь такая площадка есть Просто бесконечная долина Из скал, деревьев И реки, шумящие там внизу Голубое небо, дымка Вот это вот Вот это настоящий кайф путешествия Блин, спасибо этому мужику Что не дал омрачить мне этот день Я бы стал сильнее Но Это все неправда Не это делает сильным Не это Субтитры сделал DimaTorzok И вот я покидаю Геррера И возвращаюсь обратно В Мехико В штат Мехико Но ненадолго Покидаю, чтобы снова вернуться Какие, блин, здесь виды Заходящее солнце Горы Вдали И я качу на велосипеде Заходящее холодное надежное I need the bath. How many pieces? One. Поехали? Да. Блин. Сколько стоит? 300. 300. 500 за 2. Как? 500 за 2. 2 ночи за 500. 2 ночи за 500? Да. 2 ночи за 500? 2 ночи за 2 ночи? Нет. Если ты... 2 ночи, я могу 2 ночи за 500. 1200. 600. 200. 200. 200. 200. Я не знаю этого парня I need the bed, but if you can give me tonight for 50 pesos, I will be here tonight. Oh, no, 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 50, 500. 500 for 2 notas. Because tonight is 300. But, okay, I understand. But if you, but if, I will be there tonight, but only for 500 pesos. Gracias. Thank you. Thank you.